Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе сегодня отправляемся в новое путешествие и в новую страну. Мы едем из Грузии в Турцию. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Перед тем, как мы с вами отправимся в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать один магазин. Вот он. Это магазин мини-диванов. Ссылочку на этот магазин я оставлю в описании. Под этим видеороликом вы можете зайти, посмотреть весь каталог, написать менеджеру в Директ, указать свои параметры, цвет либо расцветку и можно изготовить диван на заказ. Огромное количество диванов уже в наличии в Московской области на складе. Поэтому свой новый диван вы можете получить уже даже в день заказа. А вообще доставка по всей стране транспортными компаниями. Данные диваны подойдут как в детскую комнату, так и во взрослую комнату, на балкон, на кухню. Шикарное решение для вашего дома. Ссылочка там, промокод я тоже оставляю на 1000 рублей на любой диван. Переходите и заказывайте. Главное помните, что заказывая диван в магазине мини-диванов, вы делаете большую поддержку в развитии нашего канала. Мы сегодня проснулись с шикарнейшим видом. Стояли микрорайон Каньо называется, или Конио. Это недалеко прямо от Тбилиси и, соответственно, далеко от границы. Вот такой у нас шикарный вид моря. Пальмы, набережная. Детки все сразу рубятся. Там у нас, посмотрите, какие горы. Вчера поздно приехали ребята. Вот стоят автодома. Ребята из Москвы. Вон они там на парковочке сюда подъехали. Мы поздоровались, пообщались, и они уехали туда, потому что там полянка ровненькая, асфальт. Сюда не стали они тащить этот автодом. Потому что я на прицепе длинный, метров 7. Первое, что мы сделаем с видом на море, мы сделаем все дружно зарядку. Поэтому, если вы тоже только проснулись и смотрите с утра, давайте вместе с нами. Нет ничего прекраснее с утра, после того, как позавтракал, пойти искупаться в море, освежиться. Я не знаю, на улице уже градусов, наверное, 25. Погода великолепная, ветра нет вообще. Пляж максимально забит пустотой. Нет просто никого. Вот мы сейчас одни двигаемся. Может быть, нам кто-то присоединится. Море спокойное, спокойное. Вчера волна небольшая была. А сегодня вообще по красоте. Мирошка тоже будет купаться, да, Мирошка? Купаться будешь, сынок, да? Купаться не будем. Вода вообще чистейшая. И хочу немножко сказать о том, что вот такой прозрачности, например, в том же Сочи, там тоже такая же безобразная галика, нет такой прозрачности. Дальше идет песок. Вот, смотрите, я захожу. Здесь уже глубина мне по пояс. О! А вот тут уже все, начинается песок. Класс! Красота! Настенка, давай! Куритки не купаются! Гоу! Мирошка! 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 Скорее, иди к папе! Иди! Иди! Пап, ты кровь кровь не знала! Иди! Иди, мой хороший! Это человек море! Он его любит! Да, сыночек! У-у-у! Кула на кула! Все, мы выезжаем с этого прекрасного места, ребята. Здесь, здесь остаются ребятки. Вот они здесь долго стоят. Сейчас, единственное, всем, наверное, пока скажем. Счастливо! И сейчас еще к нашим московским ребятам тоже заскочим. Они так-то сегодня тоже вроде планируют поехать в Турцию. Еще посмотрим, что у них по плану. Мы общались с ребятами, взяли у них питьевую воду, потому что у нас вообще все закончилось. Вот, они сейчас тоже позавтракают, помоются, будут выдвигаться уже в Турцию. Ну и там где-нибудь вместе тоже будем базироваться. Традиционно, перед тем, как поехать, набираем воду. Нашел, значит, здесь вот такую вот башню огромную. Попробуем здесь набрать. Все, красота! Воды у нас очень много. Полные баки, 25 наверху. 20 вод. И еще 10 литров. Вот так вот по 5. Мы подъезжаем, значит, к границе. Здесь такая суета-суета. Есть заправочки. Дизель 4,27. Магазины, столовые. Много турецкой продукции уже. Здесь начинается такая живописная дорога. Слева скалы, а справа вид на море. Красотища, конечно, обожаю ехать вдоль моря. У насеньки давно была мечта объехать все Черноморское побережье со всех сторон. Здесь вот так вот приходится объезжать фуры. Тоже, собственно, видите, как и на Грузии, русско-грузинской. Вот она уже, Турция начинается. Так, сейчас посмотрим, как там что. Это самая крутая граница, которую я когда-либо видел. Посмотрите, у нас справа море. Мы будем проходить вот так вот вдоль моря. Шикарно. Огромный, огромный просто флаг Грузии. А вот уже флаг Турции висит. Так, ну все, пожелайте нам удачи. Надеюсь, пройдем быстро. В общем, заезжаем на границу. Так, это нам вот сюда, что ли, походу? Да, люди, может, все стоят. Фух, ну поехали. Мы прошли. Такая милая женщина. Мы прошли грузинскую границу. Сейчас вот подвигаемся на турецкую. Вот так она выглядит. Поговорили, она спросила, как дела на Верхнем Ларсе. Я говорю, мы же давно прошли, но сейчас все очень плохо. На грузинской границе спрашивают, естественно, паспорта. СТС-ку на машину и водительское удостоверение. Пробивают по базам. Мы детей не вытаскивали. То есть мы... Они проходили вместе со мной в машине. Я подошел к полиции, спрашиваю, типа, нам все вместе. Он посмотрел, открыл, значит, дверь. Что мы все вместе. Мирончик спит. И нас как бы пропустили. Страховку в Грузии, на грузинской границе мы не делали для Турции. Симку тоже не покупали. Сейчас будем это все дело приобретать уже там дальше, уже в Ларе. Точнее, в Лирах. Еще хочу сказать, что грузинскую границу мы прошли буквально за 10 минут. Перед нами не было никого. Мы просто заехали. Вот у нас паспорта посмотрели и все. И дальше едем. А вот турецкую, получается, в 11.50 заехали. Сейчас посмотрим, во сколько выйдем. Перед нами раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать машин. У меня на грузинской границе спросили, кем я работаю. Там в России. Вот, ответил. И, собственно, все. Пока проходим, сушим белье. Здесь, по сути, одна полоса для легковых. Вот, ну, как бы в два ряда. И дальше сужается. Ну, по сути, мы в Турции. Здесь вот есть дьюти-фри. На границе брали только паспорта. Опять же, проходили с детьми без выхода. Прямо в окошко я их всех показал. И все. Не спрашивали СТС-ку и не спрашивали водительское уставление. Может быть, там чуть дальше этот будет как раз контроль, где зафиксируют машину. Ведь можно находиться на территории Турции только два года. Так, у нас остается последний пункт. Я сделал здесь страховку, получается, на первой турецкой территории. Легковая 50. Бусик минивэн 60. Это в долларах. Сколько автодом, не знаю. Вот ребята проходят. Ну, наверное, чуть подороже. Выглядит она вот так. Просто лист А4. Выдается она на три месяца. Ну все. Мы в Турции. Ой, как мы рады. Отлично. Здесь сразу на въезде идете фришка. Вот. Кто-то уже сразу кушает. Не знаю. Сейчас мы что-нибудь придумаем, что мы будем делать. В общем, друзья, на все про все 50 минут. Да, они там проходят. Да, да, у нас тут машина, наверное, у нас там. Сейчас. Так, сейчас, подождите. У нас тут у ребят какие-то проблемы. Забрали, в общем, дочку ребят и их маму к себе. Пока сидим, ждем на границе. У них там проблемы с документами. Прицеп оформлен на мужа мамы. Поэтому они сейчас там заполняют какие-то доверенности. Вот. И мы их ждем, как говорится, в теньке пока. Вон там граница, где, видите, мечеть. Флаги висят. Мы пересекли. Вон там можно купаться. Здесь, в принципе, тоже можно спуститься. Сейчас греем чай. С утра у нас осталась и гречка, чтобы накормить детей. Сколько они там пробудут, неизвестно. Но бабушку и дочку их забрали с собой. Если коротко, то ребята не смогли сделать доверенность. Это, короче, оказался здесь какой-то адский геморрой. Поэтому они просто прицепили караваны к автодому и приехали к нам. Перекусили, покушали, как говорится. Всех накормили. Сейчас едем, как он, базар из Стамбула. Из Стамбул базар, по-моему, называется, с левой. Там купим сим-карту. Там же мы снимем денег. А потом уже куда-то к морю срочно купаться. Сразу же есть лукойл. Правда, не знаю, по ценам что-то 11.35, 19 было. Да, что конкретно они имели в виду, не знаю. Вот он, из Стамбул базар, торговый центр. Здесь нужно снять денег, купить сим-карту. Ну и так по мелочи посмотрим, что-то как. Двигаемся дальше. По сути, Стамбул ни о чем. Ну, в том плане, что... Там просто магазины, там LC-вайкики куча, кстати, почему-то LC-вайкики. Адидас. Просто если только шмотки купить, и все. Как же прикольно ехать по Турции на своем автомобиле. Сколько мы об этом мечтали. И вот, наконец-то, у нас это получилось. Вот, кстати, первые банкоматы. Пойдем пробовать снимать. Попробуем 300 лир. Сейчас попробуем снять. О, считай. И, видали, сразу заверлили денежку. В общем, вот, Зератбанк, ребята, с российской карты Мир Тиньков провел. Мы всегда пользуемся картой Тиньков Мир, где бы мы ни находились. На самом деле, эту карту еще где-то принимают. Но на момент выхода видеоролика в Турции уже ничего не принимают. Но в любом случае, я эту карту рекомендую, потому что она очень выгодная. И в Турции при помощи карты Тиньков Мир можно делать переводы через Корону Пэй. Именно так мы снимали в Грузии. Именно так мы будем снимать в Турцию. Но об этом подробнее расскажу в других видеороликах. Поэтому я все равно рекомендую вам оформить эту карту по ссылочке в описании. Плюс ко всему, по моей ссылочке вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Классные бонусы, крутые кэшбэки. Хочется сказать, чтобы вы этот вопрос не откладывали в дальний ящик. Потому что, например, я оформлял по той же ссылке партнерской. В итоге забыл выполнить условия. И теперь каждый месяц я плачу за обслуживание. Настенька делала по моей ссылке. В итоге тоже забыла. И, короче, теперь платит. Хотя я ее поторапливал. Также всех касается, кто уже давно оформил карту и не выполнил условия. Там они элементарные. Что-то, по-моему, совершить покупку на 300 рублей. И вы попадаете под все бонусы. Сделайте это прямо сейчас. Либо, например, завтра. Но не затягивайте. Иначе слетите. И будет, конечно, это неприятно. Напоминаю, ссылочку на оформление я оставляю там, в описании. Переходите, оформляйте и пользуйтесь. Ну и, конечно же, оформляя карту Тинькофф Мир по нашей ссылочке в описании. Вы получаете бонусы. И мы тоже получаем бонусы. И, конечно, оформляя карту, вы поддерживаете развитие нашего канала. Пока едем вдоль дороги, у нас здесь слева, справа вот эти базары. Был, кстати, Томмигрос. Вот есть еще А101. Вот. Сейчас нужно прям очень быстренько купить сим-карту. И тогда все, мы прям как местные будем. Здесь же есть магазин Сок. Либо Шок, как он правильно читается. Так. Пока сим-карт нету. Проезжаем уже третий водопад. Видите, слева. Красота. Мы, кстати, решили там не останавливаться, потому что мы до сих пор не купили симку. И будем ехать дальше до Хопы. Вот. А там дальше уже будет видно. Там вроде уже и кафе, и рестораны, и поживление. Значит, скорее всего, именно там мы купим сим-карту. Мы оказались на такой большой-большой площади здесь. Здесь есть водофон. Год назад мы покупали тоже сим-карты именно в водофоне. Мы вот этот банкомат нашли. Короче. Нет, это не он. Когда мы сняли, мы затупили, сняли 300 лир. Умножили типа на 3. Получилось, короче, вообще 900 как бы рублей. А мы так поняли, что мы сняли 9000. Приходим за сим-картой. Он нам говорит, симка стоит 400 лир. Прикиньте, 400. И мы такие, ничего себе. Типа, это что, типа 1800, что ли. И потом резко догоняем, что мы сняли очень мало денег. В общем, надо сейчас еще снять денег. И зайдем еще, спросим в Трукцел. Оператор там сим-карту. Так, в общем, вот на такой улице мы находимся. Здесь такая прям движуха-движуха. Здесь еще мало кто нас понимает. Это, получается, север Турции. Здесь особо не бельмекуют, ребята, по-русски. И здесь классно. Вот нам на самом деле нравится именно в такой атмосфере, когда тебя никто никакого не понимает. Вот все банкоматы. Пойдем опять в тот, в котором снимали. Вводим 3000 лир, пробуем снять. Пио. Ваш банк не подтвердил вашу сделку. Вот он, кстати, 3000 не дал, 2000 не дал, а 1000 дал. Сейчас попробуем в две ходки тогда снять. Так. А деньги где? Ну-ка деньги давай. Ага. Так, деньги дал. Пробуем еще раз снимать. Вторую тысячу он снять нам не дал. Но пойдем сейчас симки и купим, потом разберемся. Мы купили сим-карту, взяли оператор Турцел, потому что он на 40 турецких лир дешевле. Ну, как бы такая существенная разница, а по сути все то же самое. Посмотрим, как он будет работать. И главное, что пиздец. В Vodafone работал у нас вообще везде. Все. Теперь нужно купить газ и найти нам стоянку. Ой, как мы рады, что мы здесь. А здесь такая классная атмосфера. Так круто относятся к детям. Все подходят, их обнимают. Прям клевенько. Вон, Мирошка оказался. Он здесь был, когда ему было 3 месяца, да? Два с половиной. Два с половиной. Два месяца здесь жил. Да, сынок? И первым делом мы зашли в магазин и купили айран. Потому что здесь айран, вот этот вот. Видите, синький, нереально вкусный. Сколько мы в России бы не покупали айранов, такого вкуса нету вообще. Мы решили ехать дальше. Будем двигаться в Резе, называется город. Там есть парковка, но вроде как по отзывам нормальная. Там, скорее всего, и остановимся. Ехать буквально 20 минут. Надо что-то придумать срочно с ночлегом. Вообще, по идее, с газом. Очень долгая дорога вдоль моря. Идет набережная. Там есть кафешечки и беседочки совершенно бесплатные. Ну, а здесь турецкая архитектура, турецких домов. С видом на горы. Горы очень близко, между прочим. Сим-карту мы купили. Оператор Туркцелл. Попробуем его. 360 турецких лир стоит. На месяц дается 20 гигов и тысяча смс-ки, тысяча звонков. Но звонки нам точно не нужны. А вот интернет нужен. Вот, кстати, смотрите, обвал произошел недавно. Какой сильный. И дорога перекрыта. То есть люди, которые едут на встречку, едут по нашей дороге. А не по той. А еще сразу в Турции заметно, насколько хорошее покрытие. Разрешено ехать 110. Проехали мы сейчас первый пост в Турции. Всех турков загоняют на контроль. А нам махнули, чтобы мы ехали левее. Мы приехали, в общем, в городок Финдикли. Здесь есть такая вот, смотрите, большая-большая парковка. Там есть детские площадки. Такой большой парк. Ататюрк парк называется. Вот он въезд. Там стоит еще автодом. Мы вот думаем, либо мы припаркуемся возле него, чтобы, так сказать, вместе были. Либо прямо здесь останемся на парковке. Пока нужно найти еду. Покупаться здесь не покупаешься. Потому что здесь, видите, такие булыжники, булыжники, булыжники. Хотя, если только вон туда, вон туда подальше отойти, возможно, там. Но здесь прикольно. Посмотрите, какой клевый сквер. Есть даже скейт-парк. Есть какие-то там еще интересные штуки. Баскетбольные, волейбольные площадки. Но здесь можно прикольно, на самом деле, провести время. Единственное, думаю, насчет сна, что трасса, наверное, будет шумная. Но это не точно. Все решили остаться в машине. Отдыхать очень сильно устали. Мы с Мирончиком сходили, купили две большие шаурмы. Три в стекле кока-колы. И все это вышло на 90 лир. Очень дешево. Банк коколы в стекле 30 рублей. Шаурма получается по 100 рублей. Вот так мы расположились в непонятном поселке. Едим шаурму, пьем кока-колу. Главное, что у нас вообще невероятный вид на море. Посмотрите, какая красота. У нас шикарнейший закат, который мы... Ну, таких закатов мы давно не видели. Обалдеть вообще. Ну и на фоне этого заката я буду завершать данный видеоролик. Друзья, увидимся в следующем новом ролике. Обязательно лайк ставьте и пишите комментарий. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!